Добрый день, меня зовут Ольга Придухина, я врач-акушер-гинеколог, автор книги «Как быстро забеременеть». И сегодня хотелось бы с вами поговорить о 7 способах, как справиться с токсикозом. Многие женщины, даже иногда не знав, что еще беременны, беременность малого строка, уже начинают подозревать, что что-то в организме происходит, и скорее всего они беременны как раз с появлением токсикоза. Это на небольших совсем сроках появляется и беспокоит многих-многих женщин. Почему это происходит? Потому что, конечно, в организме меняется гормональный фон, происходит такая многоступенчатая перестройка полностью организма, трансформация, и весь организм уже настроен на то, чтобы поддерживать и будущую беременность, точнее не будущую, а уже даже если беременность маленького срока, чтобы поддерживать как раз беременность. И проблема самого токсикоза возникает тогда, когда как раз вот организм женщины воспринимает плод как чужеродный какой-то предмет, то есть он не понимает, что происходит, и тем самым включается такая аутоиммунная реакция организма. И как раз еще не понимает организм женщины, что происходит, что вот появился какой-то чужеродный объект, который высасывает многие силы, да, так сказать, из организма, витамины, микроэлементы, тем самым происходит такая вот перестройка, плюс еще меняется гормональный фон и витаминно-минеральный, запас постоянно становится все меньше и меньше, и поэтому тем самым он начинает вот таким образом реагировать. То есть токсикоз это и рвота, и тошнота утренняя, и слабость. Бывает, что рвота действительно доходит до многократно, до 10-7-10 раз в день, что уже, конечно, очень серьезно и уже, конечно, требует медикаментозной коррекции. Но если тошнота беспокоит рвота немногократно, то здесь как раз подойдут вот эти лайфхаки, которые я вам сегодня расскажу. Конечно, при любом состоянии нужно консультироваться и сообщать вашему гинекологу, чтобы он все-таки провел коррекцию данной патологии и был в курсе, что действительно у вас токсикоз, и дал свои рекомендации, если нужно, назначил какие-либо дополнительные обследования. Конечно, такие простые рекомендации, что, конечно, женщине беременны необходимо полноценно высыпаться, как можно чаще гулять на свежем воздухе и постараться, конечно, избегать каких-либо стрессов, которые также могут ухудшать сам токсикоз. Давайте теперь поговорим о способах, как же все-таки предотвратить или уменьшить симптомы токсикоза. Первое это постараться свести к минимуму личное приготовление пищи, то есть попросить родственников постараться задействовать близких и не участвовать в приготовлении пищи, потому что обычно как раз токсикоз усиливается при запахах, при термической обработке еды, варенье, паренье, и здесь как раз вот женщину такие вот постоянные приступы начинают беспокоить. То есть если же все-таки так случилось, что нет возможности кому-то вам в этом помочь, то постараться это больше готовить в духовке, запекать, чтобы избежать вот пара запахов, которые исходят во время жарки и парения от пищи. Второе. Безусловно, нужно перейти на дробное питание, то есть для беременной женщины мы уже не предложим ритм завтрак, обед и ужин, а будем ей рекомендовать как можно чаще маленькими порциями питаться. То есть не нужно, допустим, обедать, это там салат, суп, горячее, и заедать десертом. То есть порции должны быть небольшие и приблизительно через полтора-два часа кушать, то есть все максимально раздробить и разделить. Тем самым небольшие порции лучше перевариваются и меньше будут вызывать приступы токсикоза. Третий способ. Есть только то, что вам хочется. То есть постараться не насильно, не есть там то, что, как говорится, нужно, то, что вам рекомендуют, а больше захотелось немножко что-то вот скушать того, что вам действительно хочется. Конечно, лучше всего усваивается свежая, прохладная пища, однородная, нежирная, пресная и немного кислая. То есть это цитрусовый виноград, фруктовое мороженое, фруктовые муссы, йогурты, мягкие молодые сыры, пресный хлеб, охлажденное белое мясо цыпленка, отварная телятина, овощи, приготовленные на пару, слабогазированная минеральная вода, охлажденный постный борщ, овощные супы, пюре. Это такие небольшие рекомендации, да, конечно, и постараться, если вам действительно, ну, захотелось вам очень шоколада или какое-то пирожное, то есть съесть небольшой кусочек. То есть не надо все стараться максимально много кушать. Четвертый способ избегать опасных продуктов. Для нас это, конечно, очень жирные продукты. Это жареное мясо, котлеты, беляши, чебуреки, яичница, мясные супы, там какие-то торты с кремом заварным, блюда обжаренные во фритюре и, в общем, все, что касается большого количества масла при термической обработке. Затем это острые и пряные блюда. Конечно, не нужно кушать сильно острую, пряную пищу, копченую. Ну и здесь, конечно, мы рекомендуем всегда отказаться от фастфудов. Пятый способ. Если вас постоянно беспокоят приступы тошноты, то употребляйте пищу в положении полулежа. Обычно в таком положении вы кушаете небольшими порциями и приступы тошноты не так часто беспокоят женщину, чем когда собираетесь кушать, садитесь за стол и в сидячем положении наиболее часто беспокоят. Поэтому мы рекомендуем полулежа в удобном положении покушать, не торопиться, менять позу и потихонечку покушать. Если соблюдать эти рекомендации, то пища усваивается гораздо лучше. Шестой способ. Если вас беспокоит утренняя тошнота, то что-нибудь скушать, не вставая с постели, прямо перед завтраком. Это может быть несколько орешков, виноградин, дольку мандарина, самодельные фруктовые чипсы. То есть это может быть дольки яблоки, груша, банана, подсушенные в духовке. И такой способ как раз мы рекомендуем для того, чтобы предотвратить утреннюю тошноту. Как раз можно это все приготовить с вечера, на тумбочку положить, и как только просыпаетесь в положении полулежа, постараться вот съесть такой вот кусочек. И по статистике тошнота женщин беспокоит меньше. Седьмой способ. Всегда носить в сумке питьевую питье и легкую закуску. То есть питье мы всегда рекомендуем носить в бутылочках, охлажденное. Может быть какой-то кисловатый, то есть что-то добавить. Апельсинчик, лимончик, лайм, может быть мяту. С собой можно брать мятные конфетки, орешки, опять же самодельные фруктовые чипсы, какие-то сухофрукты, которые также будут избавлять вас от приступов тошноты. Также можно брать с собой какой-то обезжиренный кефир, питьевой йогурт, и морсы, компоты, и постараться их максимально охлаждать и всегда брать с собой. И при любом приступе тошноты от глоточка такого напитка вам станет намного легче. А я вам желаю всего самого наилучшего, чтобы приступы токсикоза вас не беспокоили, и чтобы ваша беременность протекала максимально хорошо, вы были абсолютно здоровы, и беременность закончилась родами в доношенном сроке. Всем спасибо!